ВСМПО «Ависмо» – крупнейший производитель титановой продукции, занимающий 30% мирового рынка авиакосмического титана. ВСМПО «Ависмо» обеспечивает продукции из титана и сплавов авиакосмический сектор, производящий самолеты, ракеты и двигатели. Кроме того, титан широко используется в судостроении, цветной металлургии, химическом машиностроении и энергетике. Основные виды продукции ВСМПО «Ависмо» – это слитки, плиты, заготовки для производства штамповок, труб, прутков, профилей и многое другое. Компания осуществляет полный спектр технологических операций – от переработки сырья до выпуска титановой продукции с высокой степенью обработки. Титан ВСМПО «Ависмо» востребован в 50 странах мира, что делает компанию важным стратегическим поставщиком. История компании началась в 1933 году, когда под Москвой начал действовать завод номер 45 – поставщик полуфабрикатов из алюминия и его сплавов для самолетостроения. В 1941 году завод был эвакуирован в Верхнюю Салду, и пока шла Великая Отечественная война, он работал на гособоронзаказ. К концу 80-х годов ВСМПО стала крупнейшим поставщиком титановых полуфабрикатов в мире. В 1992 году компания была приватизирована, а в 1998 году приобрела контрольный пакет акций ООО «Ависмо». У ВСМПО «Ависмо» следующие конкурентные преимущества. Первое. Высокие барьеры для входа. Чтобы стать поставщиком продукции для компаний аэрокосмической отрасли, необходимы годы сертификации и аудита качества. Второе. Значительные инвестиции в основной капитал. Например, чтобы закрыть потребности Boeing, компания построила два завода в Свердловской области. Третье. Ноу-хау и особенности технологических процессов. Четвертое. Доля поставок в ВСМПО «Ависмо» для многих ключевых клиентов более 50%. Отказаться от продукции компании не так-то просто. И, наконец, пятое. Связь с оборонным комплексом России, что гарантирует заказы. Но и риски у СМПО «Ависмо» тоже есть. Во-первых, прекращение контрактов с зарубежными клиентами из-за геополитики. Во-вторых, проблемы с поставками титановой руды, значительная часть которых приходится на Украину. И, в-третьих, наличие прямых конкурентов, таких как Тимет, RTI, ATI, кузнечные предприятия в Европе и США, а также китайские производители. Поэтому динамика акций в СМПО «Ависмо» зависит от того, удастся ли переориентироваться на другие рынки при отмене контрактов с действующими клиентами. Будет ли возможность наладить работу с уже отказавшимися клиентами, если геополитическая напряженность снизится. Будут ли перебои в поставках титановой руды? И если да, то удастся ли наладить импорт руды из других стран?